Вот этот город Алматы как-то мешает. Защита максимальная. Мало пользуюсь Инстаграмом. Что-то я сегодня вообще какая-то... Просядал тоже, оказывается. Ну, мы так и относимся к неудачам, они просто нас учат, что надо очень тщательно подобрать людей, с которыми ты работаешь. Всем привет! Добро пожаловать на YouTube-канал Фонда развития предпринимательства ДАМУ. Сегодня в рубрике «Своими словами» мы поговорим с директором компании «Нептун инжиниринг» Бахатом Булатовичем. Бахат Булатович, спасибо большое, что... Спасибо большое, что вы согласились дать нам небольшое интервью, приоткрыть занавес к вашей деятельности. Насколько мы знаем, вы занимаетесь фасадными панелями, вы производите сами фасадные панели. И вашими клиентами являются такие крупные компании, как Форте Банк, Хюндай Центр, Астана Моторс. И, ну, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к идее вообще разрабатывать фасадные панели? С чего все начиналось и в каких годах вы все начинали? Деятельность компании началась в 2013 году. В конце 2013 года. В то время наш учредитель, Толюхан Баожан, он возглавлял компанию. Это был его второй бизнес, первый бизнес он технический. И решил развить новое направление, потому что в тот момент строительство показывало хорошие темпы роста. И изучив рынок, пришли к такой идее, что на нашем рынке казахстанском именно фасадные панели из металла не были так хорошо представлены. Вся продукция завозилась из-за рубежа, в основном из Турции, из России. Поэтому пришла такая идея создать казахстанского производителя, который сможет успешно конкурировать с зарубежными компаниями. Получается, вы на рынке уже более шести лет, да? Да, более шести лет. И география вашей деятельности и клиента, они реально впечатляют. Как вы добились такого успеха за шесть лет, но в строительстве, мне кажется, это небольшой срок? Ну, в течение первых двух лет мы всегда любую деятельность компании, любое новое направление сначала тестируем по тому, как оно продается. То есть, первые два года у нас не было собственного оборудования, не было собственного здания. Мы брали заказы, сформировали команду и впоследствии размещали их на заводах, у которых есть подобное оборудование, но они занимаются другой сферой деятельности. После чего убедились, как это делается, действительно подтвердили этот спрос. И впоследствии, только в 2015 году начали закуп оборудования. Еще через два года, вот по программе Дому, Андерес, мы приобрели производственную базу, в которой мы находимся. А оборудование, оно у вас получается, мы видели, оно турецкое, да, кажется? Оборудование турецкое, да, очень хорошего качества, с высокой точностью. Все станки с числовым программным управлением. Это гильотинные ножницы, координатно-пробивной пресс, гибочные станки, полимерно-порошково-покрасочная линия. Понятно. А вот, чтобы работать на таком оборудовании, нужно, наверное, какое-то специальное образование, да? Ваши сотрудники, они проходят какое-то обучение для того, чтобы начать работать с этим оборудованием? Ну, оно дорогое, да, скажем? И не каждого можно подпустить к нему. Да, вы абсолютно правы. У нас построена на производстве такая система найма и обучения, которая состоит следующим образом. Все сначала приходят на простейшую работу, подготовку металла на покрасочную линию, и параллельно проходит обучение. И смотрится человек, ну, не каждый человек может работать. Конечно, вы правильный вопрос задали, и такой больной. Про образование у нас, к сожалению, сейчас с кадрами плохо. Именно в производстве компаний, с инженерами, с рабочими, которые смогут работать на таких станках. И приходится нам самим обучать. И мы не зря к этой модели пришли, что потихоньку мы вводим, как скажем, в этот, в основной состав, которым мы сотрудников способны работать на станке. И люди обучаются, ничего сложного нет там. В принципе, если человек способен работать на телефоне сейчас, да, там, в принципе, так же все на экране нажимается, как на современных дисплеях. И просто нужно уметь немного разбираться в положении там деталей, чертежей. Ну, не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. А у вас уже были такие кейсы, когда вот человек пришел на самую такую начальную стадию и уже дорос до, может быть, работы в офисе, либо до начальника цеха? Есть. Вот начальник цеха Сергей, наконец-то, и вас встречал. Когда я пришел в 2016 году руководить компанией, вот он пришел чуть раньше меня. Он был как раз на одной из рядовых должностей по подготовке металла к покраске. Сейчас он стал начальником цеха. Круто. Получается, обучение все-таки играет большую роль, и если человек хочет, то он и будет развиваться. Ну, и ряд других сотрудников, впоследствии, пришедших там, они имели образование. В основном наш местный Казахстанционно-технический университет имени Садпаева. Но, тем не менее, у нас еще такой принцип, мы всех сначала все равно отправляем на производство поработать. А, чтобы увидели, да? Да, чтобы увидели, поняли, потому что, как он, если, будучи инженер-технологом или инженер-конструктором, не знает особенностей и возможностей станков, он никогда не сможет правильно задание выдавать в производство и находить общий язык с людьми в производстве. Поэтому сначала там около полугода длится стажировка, потом впоследствии переходят они в офис, если того желают, конечно. А сколько уже людей у вас работает в компании? Компании на данный момент 25 человек. Это вместе с людьми в офисе и вместе? Понятно. Вы говорили про оборудование, про то, что вы получали поддержку фонда ДОМУ. В каком году это было и насколько легко это было вообще получить государственную поддержку? Тем более это были не такие маленькие деньги, это было несколько миллионов крыс, это были такие крупные суммы. Сложно ли было вообще получить поддержку фонда? Поддержку фонда было получить достаточно несложно. Я зачастую многим людям рассказываю, когда мне говорят, что очень сложно получить ДОМУ или еще что-то. Я прекрасно говорю, на своем опыте мы это все прошли и знаем в 2016 году. Буквально в течение трех месяцев мы приобрели эту базу, она была в залоге у Форте-банка. И обратились в ДОМУ по программе ДОМУ Андерес-2, кажется. И приобрели эту базу без никаких проблем вообще. А сколько у вас заняло, получается, три месяца? Около трех месяцев, да. Весь процесс сбора документов и до получения оборудования всего три месяца? Ну, это мы про производственную базу оборудования мы купили за собственные средства. А, собственные средства. А можно, давайте поговорим о ваших клиентах вообще? Насколько сложно находить клиентов? Или они уже не столько о вас знают, что они сами к вам приходят и говорят, вот я хочу, чтобы вы мне сделали фасад? Ну, нет, конечно. Это было бы прекрасно, как в сказке. Все-таки вы сами, да? Какими каналами продвижения вы пользуетесь? На заре нашей деятельности у нас был один партнер, компания Азимут, которая обеспечила нас, скажем, около 80-90% заказов. Впоследствии мы задумались о том, что нам необходимо дифферсицировать наши риски. И мы начали создавать собственный отдел продаж, маркетинга, то есть раздавать различные каталоги, объезжать. Потом контекстную рекламу в Гугле, Инстаграм, вы можете нас найти. Ну, то есть заниматься таким полноценным маркетингом. Внедрили в прошлом году CRM-систему, в которую все заявки попадают, все заказы не теряются, как раньше у нас так было. Вот такие вещи предприняли и сейчас обеспечили такой поток лидов, там, как говорят продажники, да, который обеспечивает достаточность заказов. Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее? Как вы планируете дальше развиваться? Планы на будущее у нас, спасибо фонду Дому, достаточно много территории свободной. Мы хотим расширить Волматы, наш существующий, и, возможно, открыть представительство в нескольких городах по Казахстану. Что очень много заказчиков, которые хотят прийти в свой город, и там переговорить, и чтобы у них был координатор. Вот наша ближайшая плана. Красно. Надеюсь, у вас осуществляется, и мы узнаем, что вы открыли уже там несколько филиалов по всему Казахстану. Спасибо большое. А вот расскажите, можно немного такой личный вопрос, как вы, как руководитель, планируете свое время? Мне кажется, такой достаточно острый вопрос в современном мире, когда очень много всего нужно успеть сделать, и, мне кажется, предпринимателей, и такой сорт людей, которые успевают все на свете. Вот как вы планируете свое время? Вот такой вот немного лайфхак про тайм-менеджмент. Вкратце могу ответить. Да, конечно. Мало пользуюсь Инстаграмом. Или вообще не пользуюсь соцсетями. Телефон убираю и не работает. Ну, во-первых, да. Практически не пользуюсь соцсетями, в очень редких случаях. Ну, и точное разделение, то есть, то, что дома, это остается дома, то, что на работе, на работе. Да, бывает, конечно, у нас, так скажем, когда мы остаемся, вплоть до утра были такие случаи работы, срочные заказы. Но в последнее время это стало больше редкостью, чем правилом. Потому что мы работаем над бизнес-процессами компаний, более тщательно выстраиваем системы, чтобы нанимаем новых людей, подходящих людей, именно там, где нам нужно, с этими качествами. И сейчас времени, в принципе, нормально хватает. То есть, с выстроением системы в компании появляется время. Когда ты один, как пожарник, бегаешь и тушишь, тогда соответствующего времени нет. Сейчас появилось время и спорт, и на личную жизнь, и на работу. Все везде, я думаю, достаточно хороший баланс. Ну, получается, один из советов, такой, начинающим предпринимателям, с названием будет правильно планировать свое время и выстраивать систему. Правильно? Да. А что еще вы посоветуете начинающим предпринимателям, которые вот хотят начать что-то свое, или уже начали, и вот нечатся, не знают, что делать? Есть такая книга Джима Коллинза «От хорошего к великому». И там одно из таких тоже рекомендаций для предпринимателей, наверное, для компании. Это в первую очередь, когда, говорят, собираетесь строить корабль и плыть куда-то в неизвестном направлении, подберите команду. Потому что команда, она, впоследствии, может, если вы собьетесь с пути, она поможет вам найти этот путь или найти другой путь, который, может быть, будет даже лучше, чем предыдущий. Поэтому начинающий предприниматель, такой совет, что надо очень тщательно подобрать людей, с которыми ты работаешь. Это очень важно, последствия будет для осуществления бизнеса. Если вся компания будет работать, так скажем, в едином порыве, как единая команда и одним целым, то тогда вы просто обречены на успех. Классно. Я прямо задумывалась. Действительно, от команды очень много чего зависит. И мы на своем опыте тоже можем сказать, что благодаря нашей командной работе мы как-то начали достигать хороших успехов. Бахат, большое спасибо за интервью. Это было очень познавательно и интересно. Мы много узнали о производстве фасадов, о том, как строить команду, о том, как вообще, наверное, ставить систему в управление командой и компанией, узнали о ваших проектах. И хочется поблагодарить и вас за то, что вы уделили нам время, за то, что рассказали нам об этом всем. И, друзья, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Своими словами, это был Фонд развития предпринимательства «Дому». До новых выпусков, до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!